На северо-западе сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара армии Башара Асада погибли 33 турецких солдата, более 30 получили ранения. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай. «Пусть наши солдаты покоятся с миром. Я желаю скорейшего выздоровления раненым и выражаю соболезнования нашей нации. Мы скоро посетим наших раненых солдат в больнице. Но врачи говорят, что их жизнь вне опасности». Военные Турции нанесли ответный авиаудар по позициям сирийской правительственной армии. Они обнародовали видеозапись воздушной атаки, снятой беспилотником. Силы Асада при поддержке российских военных начали наступательную операцию в Идлибе в декабре прошлого года. Это единственная провинция в Сирии, которая остаётся в руках оппозиции. Турция оказывает ей военную поддержку. По данным государственных турецких СМИ, за последние две с половиной недели силы Анкары обезвредили более 1700 сирийских военных. А 24 февраля оппозиция вернула контроль над деревней Найраб. Президент Турции Таиб Эрдоган выражал готовность обсудить ситуацию в Идлибе с российским президентом. Однако Кремль заявил, что встреч с турецким правительством пока не планируется. Москва говорит, что намерена и дальше поддерживать армию Асада в борьбе с террористами. По её словам, Турция не выполнила некоторые свои обязательства и не обеспечила вывод всех радикальных группировок из зоны деэскалации. С начала декабря из-за боевых действий в провинции почти миллион мирных жителей бежал к границе с Турцией. Ранее ООН сообщила, что за девять лет гражданской войны в Сирии это самое большое число людей, которые стали вынужденными переселенцами за такой короткий период времени. Тем временем Турция после гибели своих солдат в Идлибе отказалась сдерживать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу. Береговая охрана и пограничная служба получили приказ больше не препятствовать потоку мигрантов. Они уже собираются группами на побережье и готовятся к отплытию в Евросоюз. Жители Сеула выстроились напротив униермага в надежде купить медицинские маски. Их острая нехватка наблюдается в Южной Корее на фоне масштабной вспышки коронавируса. «Дома у нас около 20 масок. Но я беспокоилась, что борьба с вирусом будет продолжаться ещё долго. У меня есть дети, поэтому я очень боюсь. Я пришла сюда вместе с дочкой купить ещё больше масок». Каждому покупателю на руки выдают не более пяти штук. Кроме того, власти ввели ограничения для компаний на экспорт масок в другие страны. Теперь он должен составлять не более 10% общего объёма производства предприятия. Но это пока не помогло справиться с нехваткой. «Власти сказали, что ограничат экспорт масок в другие страны и предоставят больше для нас. Но я всё равно беспокоюсь». В стране число заболевших COVID-19 уже превысило 2000 человек. Растёт количество инфицированных и в остальном мире. В списке стран с коронавирусом пополнили Мексика, Новая Зеландия, Беларусь, Нигерия, Литва, Нидерланды и Сан-Марина. Китай сообщает о 327 новых заболевших и 44 умерших. Учитывая, что только в одной Южной Корее новых случаев более 250, коронавирус распространяется в мире в два раза быстрее, чем в КНР. Эксперты считают, что Пекин значительно занижает свои данные. Япония, Иран, Ирак, Кувейт и Израиль закрыли школы до середины марта, чтобы сдержать эпидемию. Также приостанавливает работу токийский Диснейленд. Все эти меры больно ударят по экономикам стран. Япония уже готовится оказывать помощь гражданам. «Будет много трудностей. Если дети младших классов будут оставаться дома, тогда их матерям и отцам придётся брать отгулы на работе. Если родители будут вынуждены, сидеть дома, тогда сократится доход семей. Правительство обдумывает меры, которые можно предпринять в такой ситуации». Между тем, Доминиканская республика не пустила в свой порт круизный лайнер, на борту которого могут быть заболевшие коронавирусом. Команда медиков посетила судно Fred Olsen Cruise Lines и провела осмотр двух пассажиров с симптомами. Однако пока неясно, выявили ли у них COVID-19. В последнее время круизные лайнеры оказались в центре внимания из-за ситуации с судном Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. На нём уже выявили почти 700 заболевших. Четыре пассажира судна скончались от вируса. Огромный копал весом 38 килограммов 450 граммов ушёл с молотка в Копенгагене. Торги начались с 14 тысяч долларов и завершились на 19 с половиной тысячах. Аукционный дом Брун Расмуссен впервые выставил на продажу такой лот. «Я работаю на аукционах почти четверть века, но никогда не видел ничего подобного. И не ожидаю увидеть в следующие 25 лет. Это очень необычный копал». Копал – это ископаемая природная смола, похожая на янтарь. Но она получается не из живицы хвойных деревьев, а из смолы деревьев семейства Бобовых. Копал намного моложе янтарям. Обычно его возраст составляют полторы-две тысячи лет. Иногда встречаются и старше. А возраст янтаря исчисляется миллионами лет. Этот 38-килограммовый копал был выловлен в море рыболовной сетью. «Думаю, копал станет коллекционным предметом, потому что он очень редкий, а использовать его нет смысла. Некоторые люди собирают разные окаменелости и тому подобное. Поэтому, думаю, он окажется в такой коллекции». В Мексике и Центральной Америке копалы используют как благовоние, причём с древних времён. Из них также изготавливают имитации изделий из янтаря. Но копал менее прочный, поэтому украшения из него часто растрескиваются. На замёрзших водах озера Байкал встречают Новый год по лунно-солнечному календарю. Он называется Цагансар и длится целый месяц. День его наступления астрологи рассчитывают каждый год. По древнебурятской традиции гости собираются в хоровод. «Основные правила – это самое главное – держаться за руки, не отпускать руки при танце. Второе правило – танцуем по солнцу, по часовой стрелке. И третье правило – практически во всех движениях у нас очень активно работают плечи. Раньше бурят-монголы постоянно на конях скакали, а вот, видимо, с коней слезли, а движение такое плечами осталось». Украшения праздника – ледяные скульптуры. Вот фигура сурового старика и плачущей девушки. Это главные герои бурятского эпоса – озеро Байкал и его дочь река Ангара. Девушка сбежала от отца, влюбившись в богатыря Енисея. Эта церемония связана со свадьбой. Для гостей сделана в виде игры. Мужчины соревнуются, кто быстрее повяжет на соперника свой пояс. «Раньше у бурят, когда не было тех же ЗАГСов, у бурят был такой обычай, когда отцы молодожен ходили в кушаках. Вот у меня ремень, а они были в кушаках. И они снимали с себя кушак и менялись ими. Этот знак обозначал то, что два рода соединились и, так сказать, официально брак считался зарегистрированным». Кроме развлечений, гостей знакомят с традицией ломать кость животного. Это имеет непосредственное отношение к ритуалам древних монголов. «Их несколько хриктовых костей, они вывариваются специальным образом, после этого высушиваются, и задача участника – разломать эту кость как можно быстрее. Считается, что мы высвобождаем душу животного». Буряты – самая большая этническая группа в Восточной Сибири. Говорят на диалекте монгольского языка. По данным ЮНЕСКО, бурятский язык находится под угрозой исчезновения. Такие праздники – возможность поддержать вымирающую культуру. «Ну, это, конечно, незабываемое впечатление, потому что очень объединяет, энергетика очень сильная. Просто энергии, я как батарейка зарядилась». «Шикарный, просто супер вообще, мне нравится праздник, обалденный. Я думаю, каждый год буду сюда приезжать». Такой фестиваль организаторы планируют проводить каждый год.